В целях исполнения задач, определенных в рамках открытого диалога с предпринимателями, проведенного президентом Республики Узбекистан 22 августа этого года, по созданию надежной защиты имущественных прав, устранению предпосылок, ограничивающих их, а также в соответствии со стратегией развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, за подписью руководителя страны вышел указ о мерах по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности. Комментарий программы раскроет суть. Сегодня даже самые отдаленные селы страны в числе адресов, где в развитии предпринимательства и, главное, на основе современных подходов, обеспечивающих так необходимую конкурентоспособность и многое другое, что так или иначе влияет на расширение местной инфраструктуры в соответствии с требованиями дня, обеспечение занятости населения, повышение его благосостояния. Значит, в целом определяет дальнейшие практические шаги всего государства. Потому данные вопросы всегда в центре внимания руководителя страны. Реальная ситуация постоянно изучается, анализируется и на этой основе принимаются меры для создания благоприятных условий в сфере, представители которой всесторонне поддержаны. Перед ними открываются все новые возможности. Они касаются всех векторов, среди которых важное значение приобретает и вопрос защиты собственности предпринимателей. Четвертое из обозначенных президентом во время открытого диалога с предпринимателями 22 августа этого года пяти основных направлений, по которым выдвинуто множество инициатив. В частности, подчеркивалось, что только суд может отменить решение о выделении земли и имущества, а также рассматривать вопрос об аресте имущества в ходе следствия. Также будет расширена возможность предпринимателей обращаться в суды. Очередное знаковое мероприятие только завершилось, и уже последовали практические шаги по реализации намеченного, на что и направлен указ президента о мерах по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности. Конституция Республики Узбекистан предусматривает право на частную собственность. Однако существует ряд нормативных актов, которые противоречат друг другу при их использовании, что создает определенные барьеры. Указ позволяет нам скоординировать этот вопрос, создать единый механизм, который будет защищать и обеспечить право на собственность. В целях создания надежной защиты имущественных прав, устранения предпосылок, ограничивающих данные права, а также в соответствии со стратегией развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, с 1 сентября этого года отменяется ряд порядков требований и ограничений, предусматривающие прямое либо косвенное ограничение права владения, пользования и распоряжения частной собственности, препятствующие полному внедрению принципов рыночной экономики в имущественные отношения в сферах пользования правом на земельные участки, реализации имущественных прав на жилище, пользования земельными участками, зданиями и сооружениями, транспортными средствами, принадлежащими на праве собственности физическим и юридическим лицам корпоративных отношений. В частности, теперь не допускается отмена административных актов, явившихся основанием для возникновения права собственности, этими же органами, либо их вышестоящими органами. Если данный акт был принят незаконно, он может быть отменен, либо признан недействительным исключительно судом. Отныне при ликвидации юридического лица его права на земли несельскохозяйственного назначения будут распределяться между учредителями данного юридического лица. И не будет заниматься собственник жилого помещения. Не требуется получать согласие на выписку из постоянной регистрации тех лиц, которые не состоят с ним в родственных связях. Кроме этого, на сегодняшний день более 20 государственных органов освобождены от уплаты государственной пошлины при подаче имущественных исков в отношении граждан. Как показывает практика, более 40% вносимых исковых заявлений отказываются в удовлетворении или оставляются без рассмотрения. Это говорит о чем? Что более 40% данных исков были внесены необоснованно. Впредь госорганы, как и любое другое юридическое лицо или гражданин, будут уплачивать государственную пошлину при подаче суды исковых заявлений в отношении имущественных споров. А граждане, между тем, будут освобождены от уплаты госпошлины при подаче исковых заявлений об истребовании имущества незаконно завладевшего другого лица. Документами интеграционная информационная система регистрации кадастра и недвижимых имуществ определяется единой информационной системой к поведению государственного реестра прав на объекты недвижимости и данных об объектах недвижимости, подлинность и достоверность данных которой гарантирована государством. Агентству по кадастру при Государственном налоговом комитете поручается полностью перевести в систему УСКАД данные о правах на объекты недвижимости, прошедших государственную регистрацию в бумажной форме или других информационных системах с идентификацией каждого объекта. Эта система интегрируется со всеми информационными системами, которые в рамках произведения каких-то операций над имуществом, такие как нотариус или другие государственные реестры. И данные, которые передаются из системы УСКАД в другие системы, подлинность этой данной гарантируется государству. А также записи, выносимые в государственный реестр прав на недвижимость, а также другие данные объекта, в том числе история объекта, становится открытым для населения и предпринимательства, которые они могут получить через единый портал на платные основы. Республиканский централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для общественных нужд переименовывается в Республиканский целевой фонд по компенсации имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам при Кабинете министров. С 1 января 2023 года вред, причиненный физическим и юридическим лицам, в результате ряда факторов подлежит возмещению за счет средств республиканского и региональных компенсационных фондов с сохранением действующего порядка формирования и использования их средств. Сегодня мы видим много случаев, когда лицо, действуя на основании решения должностного лица Хакима либо какого-то государственного органа, совершает, вступает в имущественные правоотношения, покупает имущество, продает, дает в аренду. То же самое относится к земельным участкам. Но выявляются случаи, когда сам акт правомерный, но те акты, которые явились основанием для принятия этого акта, предыдущие акты, возможно, там были допущены нарушения. Отмена первоначальных актов, в дальнейшем идет отмену или признание недействительности самих действий и сделок данного гражданина. А это причиняет ущерб тем лицам, которые действовали, основываясь на этих сделках. Теперь данный ущерб будет возмещаться со стороны государства, но при этом государство берет на себя обязательность по выявлению виновных лиц и взысканию в регрессном порядке и нанесе причиненного ущерба. Речь и о дальнейшем расширении использования следующих правовых институтов, законодательств и юридические практики в целях надежной защиты неприкосновенности прав собственности и ограничения необоснованного вмешательства в имущественные отношения. То есть способы защиты гражданских прав, перечня случаев нарушения прав частной собственности, являющихся основанием для привлечения к административной и уголовной ответственности, обстоятельств, исключающих преступность деяния, в том числе необходимую оборону. Институт Ахабиаскорпус в отношении имущественных прав подозреваемого, обвиняемого, при котором предусматривается внесение на рассмотрение в суд решений дознавателя и следователя, связанных с арестом имущества. Система регулирования прав государственных органов, физических и юридических лиц на обращение в суд посредством государственной пошлины. Действительно, бывают моменты, когда при расследовании уголовного дела, либо при рассмотрении уголовных дел усматривается наложение ареста на имущество. Это действие компетентными органами совершается по своей инициативе. Никто не уточняет, является ли кто-нибудь совладельцем, не нарушаются ли права третьих лиц. Поэтому президент своим указом определяет, что необходимо передать полномочия судам о даче согласия на наложение ареста на имущество. Кроме того, позволяется внести новшество в уголовное законодательство, позволяет исключить ряд действий, исключающих преступность деяния. В частности, если ко мне в имущество зайдет какое-либо лицо, и если я в отношении него применю соразмерные действия, которые соразмерны нарушению моих прав, то в этом случае мои действия не будут уже преступными. В этой связи в уголовном кодексе обстоятельства, исключающие преступность деяния, расширяются. С 1 января 2023 года объекты государственной недвижимости, права на которых не зарегистрированы в органах кадастра, будут безвозмездно переданы соответствующему региональному отделению агентством по управлению государственными активами на праве оперативного управления на основании оформляемого им акта. Кроме того, до 2025 года определено, что расходы по сохранению по республиканской собственности будет нести республиканский бюджет, а издержки по сохранению и управлению муниципальной собственности будут покрываться за счет средств местного бюджета. Утверждается программа мероприятий по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности. Предусматривается принятие закона о защите частной собственности и гарантии права собственности в новой редакции. И при этом предусматривается в нем исчерпывающий перечень прекращения имущественных прав. То есть в данном случае на сегодняшний день он так четко не предусмотрен, а здесь закон говорит прямо предусмотреть исчерпывающее. То есть если по другим основаниям, которые будут в этом непредусмотренном законе, невозможно будет лишить права. Можно с уверенностью сказать, все перечисленные меры направлены на укрепление доверия не только инвесторов, предпринимателей, но и граждан, каждого человека, каждого из нас на то, что охрана и неприкосновенность права собственности гарантированы государством. Все усилия направлены на результат, что требует инициативности, глубокого анализа и системности в практической работе. Главное не сбавлять с темп и все получится, ведь для этого созданы все условия, открывающие новые перспективы для дальнейшего роста.